У литовских текстильных фирмах незвышенная нагрузка. Резко вырос попыт на бел-шервоно-белые национальные стяги Беларуси. Вот этот 15-метровый стяг залуная на литовско-беларуской мяжи. Его поднимут на поветранном шаре, как было видно с далек обо двум народам. И перед всем удельникам живого ланцуга, акции солидарности с Беларусю. Мы постараемся прорвать информационную блокаду в Беларуси, как там ведали про живый ланцух. Это символичный шлях свободы. Мы загорелись этой идеей и приемно бачить, как она вандрует по свете. И теперь 17-18 городов в Европе и свете синхронизовались с нами своими живыми ланцухами. В Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже. А 19-й по литовским часе. Это символичный час оригинального балтынского шляха, который отбился 31 год тому. 23-го жнивня 1989 года жихары Литвы, Латвии и Эстонии стали у неперерывный живый ланцух на 670 километров. Чверть усяго насельництва злучила Таллинн, Рыгу и Вильню, каб показать, что люди хочут жить самостойно и незалежно у демократичных и заможных краинах. Цепер юж шанец полтарысь гэтую акцию. Гэта послание нам самим и нашым детям, молодому покалению, якое не могло присутничать на балтынском шляху. Гэта их историчный шанец зновку собраться разом и узяться за руки старым и молодым президентам и школьникам и показать, что мы уже знайшли свой шлях и мы, як грамадяне державы, можем показать его іншим. Люди вышыхтуются от катадральной площади у Вильни до Медницкого замку у Медзининкай. То, и что отбывается у Менску, вельми важно. Вызначается лёс Беларуси. И мы, як город, выказываем солидарность с людьми, які хочуть свободы, справедливости и правды. Мэрия Вильни, якая подсвечивает знаковые места столицы у бел-червоно-белые колеры, раздаць боч за 20 тысяч национальных стягов усім охвотным. Людей просить одеться у Белая, гэта колер беларуских мирных акциев, и принести гладиолусы, як 31 год тому. Але таксама не забывать про маски, социальное дистанциевание и дезинфекцию рук. Я могу сказать скептикам, что коронавирусная рызака вельми малая, бо люди растягнутся на великую адлеглость. Гэта не будуть великые группы людей у одним месты. Колеры беларусского стяга дадалил свой логотип литовское национальное телебачение и радио, якие будут сяцветлять и кардиновать акцию. Роля радую тут вельми великая. Капскировать усиху отповедным умом энтузиатса за руки, послухать наш гимн и таким чином отзначить балтыйский шлях. Александр Лукашенко уже заявил, что обмярковывал погрозу ланцуга солидарности с Владимиром Путиным и загадал Министерству обороны, милиции и спецслужбам не допустить нишого подобного у Беларуси. Нам предложили ланцух. Нам предложили те, от Винюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Это ланцух, санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Уживым ланцуху солидарности с Беларусью будут удельничать цеперешний президент Гитана Снауседа, а так само ягоные попередники Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус. Чекается, что долучится и удельница президентских выборов у Беларуси Светлана Тихановская, якую вывезли у Литву белорусские спецслужбы. Ярослав Стешик, Белсад.